О главных новостях к этому часу далее говорим на Фридом. Это наше время. Здравствуйте. В Киев прибыли госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкин и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Дипломаты планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. На повестке дня дальнейшая поддержка Украины в отражении российской агрессии. Накануне Энтони Блинкин заявил, что его визит в Киев частично направлен на то, чтобы конкретизировать потребности ВСУ на фронте. О результатах переговоров Блинкин и Лэмми будут докладывать лично президенту США и премьер-министру Британии. Напомню, ранее Джо Байден намекнул, что Белый дом может снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по военным целям на территории России. Основные потребности ВСУ и замороженные российские активы обсудили премьер-министр Украины и министр иностранных дел Великобритании. Во время встречи в Киеве Дениш Мегал и Дэвид Лэмми также скоординировали планы для противостояния российской агрессии. Поблагодарил за новый пакет военной поддержки. На прошлой неделе Великобритания объявила о предоставлении ракет для противовоздушной обороны на сумму 162 миллиона фунтов. Великобритания также продолжит оказывать военную поддержку в размере 3 миллиардов фунтов в год столько, сколько потребуется. Также обсудили ситуацию в энергетике и то, как наши партнеры могут помочь в этом направлении. Благодаря поддержке партнеров мы восстанавливаем уничтоженное Россией и развиваем децентрализованную генерацию. Великобритания будет помогать в этом направлении. Акцентировал внимание на 50 миллиардах долларов доходов от замороженных российских активов, которые J7 передаст Украине. Рассчитываем получить средства до конца этого года. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. Facebook. Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него, среди прочего, войдут бронетранспортеры. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи со своей латвийской коллегой Эвикой Силиней. По словам главы украинского правительства, Рига, кроме этого, поставит Киеву солнечные панели для больниц. Также на встрече стороны обсудили поставки беспилотников и расширение сотрудничества между оборонными компаниями. Российские оккупанты атаковали Каменский район Днепропетровской области. Как сообщили в военной администрации региона, к этому времени один погибший и уже двое раненых. Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Также в результате российского удара есть разрушение на одном из предприятий. Российские войска уже дважды за день обстреляли Константиновку Донецкой области. Погибли три человека, еще пять были ранены. В городе разрушено несколько жилых домов. Как отметили в областной военной администрации, окончательные последствия обстрелов уточняются. Россия совершила по меньшей мере 137 тысяч военных преступлений против Украины и украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции «Объединенные ради справедливости». Глава государства, в частности, напомнил о российском теракте в Еленовке, массовых убийствах оккупантами жителей Мариуполя и Буча, издевательствах над украинцами в селе Ягодное. Президент призвал международное сообщество объединиться ради справедливости, чтобы вместе приближать ответственность России и ее политического, а также военного руководства за совершение преступлений. На фронте за минувшие сутки произошло 131 боевое столкновение. Только на Покровском и Кураховском направлениях украинские воины отбили более 60 атак российских оккупантов. Кроме этого, силы обороны Украины пресекли 9 атак на Торецком и 5 на Краматорском участках, сообщил генеральный штаб ВСУ. И, как отметил в эфире телеканала «Фридом» руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, российские оккупанты на Покровском направлении попали в ловушку своих же чрезмерных амбиций. Российская логистика не справилась с успехами передовых отрядов, которые проламывали этот путь на Покровск и несли огромные потери. Несмотря на огромные потери, российские войска пытались продвигаться. И вот тут-то была ловушка, которая, скажем так, показалась огромным фурором для вооруженных сил Российской Федерации. Фактически они попали в ловушку своих же ожиданий, своих чрезмерных амбиций и, конечно же, политической воли Путина. Плюс украинские вооруженные силы достаточно хорошо поработали над тем, чтобы эту логистику перебивать, останавливать и уничтожать. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Общие потери российской армии в войне против Украины приблизились к отметке 629 тысяч. За минувшие сутки силы обороны ликвидировали 1140 оккупантов. Также украинские военные уничтожили 56 артиллерийских систем, 13 бронемашин, 2 танка, 2 РСЗУ, 1 систему ПВО и 57 беспилотников. Кроме этого, им удалось сжечь более 64 единиц автомобильной и специальной военной техники противника, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые после назначения на должность провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили увеличение и стабилизацию военной помощи Украине, увеличение оборонного производства, а также инвестиции в украинское вооружение. Как подчеркнул новый глава МИДа, Украина продолжает свой курс на членство в НАТО. Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп провели в первые и, возможно, единственные перед финальным голосованием в ноябре предвыборные теледебаты. Подробности политической дуэли из Филадельфии расскажет Михаил Комодовский. Завершились первоочные дебаты, президентские дебаты в 2024 году между Камалой Харрис, вице-президентом США и экс-президентом США Дональдом Трампом. И, как отмечают голосы Америки, как начались эти дебаты, Камала Харрис впервые пожала руку Дональду Трампу, и она первая ее протянула и представилась Камала Харрис, Трамп пожал ее в ответ. Почему это важно? Дело в том, что они никогда не встречались до этого в реальной жизни. Ну а первый полноценный внешнеполитический вопрос, который задали модераторы, это война Израиля и Хамас. Вице-президент США Камала Харрис осудила атаку этой террористической организации 7 октября, в результате которой погибло 1200 израильтян и подтвердила право Израиля на самооборону. Она признала гибель мирных палестинцев и призвала к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и созданию палестинского государства наравне с израильским, что обеспечит безопасность как для израилетян, так и для палестинцев. Трамп заявил, что если бы он был президентом, отвечая на тот же самый вопрос об Израиле, то конфликта в Украине и других глобальных проблем не было бы. Именно такие формулировки он использовал. Он критиковал текущее руководство страны, утверждая, что оно ослабило позицию США, особенно в отношении Израиля и Ирана. Трамп обвинил нынешнее руководство США в антиизраильской позиции, предположил, что при их президентстве Израиль может просто не выжить. Второй очень важный внешнеполитический вопрос, который был затронут на дебатах, это война России в Украине. Трампа спросили напрямую, хочет ли он, чтобы Украина победила. Он не ответил ни да, ни нет, сказал о том, что он хочет, чтобы война закончилась. И заявил, что у него хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Он предположил, что оба его уважают. Он раскритиковал президента Байдена за отсутствие попыток пообщаться с Путиным по телефону во время полномасштабного вторжения, что, по мнению Трампа, привело к ухудшению конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Вице-президент Камла Харрис подчеркнула, что поддержка США в виде средств противовоздушной обороны, боеприпасов, артиллерии, противотанковых ракет и танков Абрангс помогла Украине оставаться независимой и свободной. Она также утверждала, что если бы президентом был Дональд Трамп, Владимир Путин, вероятно, уже захватил бы Киев и угрожал бы дальнейшим расширением в Европу. Камла Харрис также отметила благодарность европейских и союзников по НАТО за текущее лидерство США и руководство, и подчеркнула важность сохранения силы Североатлантического альянса. Она также раскритиковала Трампа за то, что он, по ее мнению, слишком легко идет на уступки авторитарным режимам и предполагает, что он может быстро пожертвовать безопасностью союзников ради личной выгоды. Почему эти дебаты важны? Почти треть от всех избирателей считают, что они как раз помогут определиться с выбором. И буквально сразу же после этих дебатов Тейлор Свифт, поп-звезда глобального масштаба, которая на протяжении всей кампании держалась в нейтралитете, поддержала Камлу Харрис и Тима Уоллса в их попытке, собственно, одержать овальный кабинет Белого дома. В Киеве открыли мемориал памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии отметил, что после победы аналогичный памятный комплекс появится и в деоккупированном Крыму. Это символ несокрушимой воли. Это символ снова принесло горе в Крым. Сегодня наши братья и сестры, крымские татары, украинцы, активисты, все смелые люди сидят в российских тюрьмах за то, что говорят правду, за то, что не подчинились в этом оккупанту. Линье Умерова, Сервер Мустафаев, братья Азизы и Асана Хтемовы и еще сотни других потомков, ранее депортированных, теперь снова подвергаются гонениям и преследованиям. Но оккупанты не смогут нас сломить, так же, как не сломили тех, кого депортировали в 1944 году. В Киев на саммит Крымской платформы прибыли президент Литвы Гитана Снауседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, а также глава Сената Чехии Милаш Выстрычил, который отметил, что события после аннексии Крыма показывают Европе, что если поддержка Украины будет недостаточной, то Россия не остановится. В свою очередь Эвика Силиня напомнила, что Латвия будет с украинским народом до его победы, а также поддерживают Украину на пути в Европейский союз и НАТО. А президент Литвы Гитана Снауседа призвал не привыкать к системным нарушениям России и прав человека в оккупированном Крыму. На четвертом саммите Крымской платформы я подчеркнул, что мы не можем допустить, чтобы масштабные нарушения прав человека стали новой нормальностью. Справедливость восстановится только с победой Украины. Гитана Снауседа, президент Литвы, в социальной сети ИКС. Крымская платформа Ну, смотрите, это уже не первый раз, когда Украина собирает вокруг тематики Крыма представители ведущих государств мира и тех, кто солидарен с украинским народом в борьбе за восстановление справедливого международного права, территориальной целостности и соборности украинского государства. Поэтому наиболее важные гости делают заявления, присутствуют в Пире на саммите Крымской платформы. Это мощное информационное мероприятие, которое позволяет удерживать Крымскую повестку дня в максимально важном для Украины контексте. Потому что, соответственно, формируются типометические ноты, формируется повестка в медиа, в том числе мировых. И это способ проникнуть и напомнить, что для Украины принцип территориальной целостности не пустой звук. И нарушен он был в 2014 году, в феврале месяце, наглой аннексией Российской Федерации суверенной, международно признанной территорией Украины. И тот огромный аспект проблем, который сейчас есть в Автономной Республике Крым, связанный с нарушениями прав национальных меньшин, коренных народов, крымских татар, караимов, других народов, связанный с репрессиями против православной церкви Украины, связанный с насильственным отъемом имущества, нарушением гражданских и экономических прав граждан Украины, он будет удерживаться постоянно в оптике внимания. И что очень важно, такие мероприятия, вы знаете, что все международные институции судебного уровня, они принимают во внимание и рассматривают тему Крыма, уже даже есть соответствующие судебные решения международных институций, и эти для подтверждающих документов, заявления, смыслы, которые генерирует крымская платформа, они очень важны для дальнейшей констатации деятельности России и рассмотрения этих действий в справедливом ключе наказания для путинского режима. Олег, сегодня на повестке дня пять ключевых вопросов. Главный, как вы уже отметили, это территориальная целостность Украины, то есть возвращение Крыма и других временно оккупированных России регионов нашей страны. Вот по вашему мнению, этот процесс, он военный или все же дипломатический? Он может быть и военным, и дипломатическим. Военным при определенных конъюнктурных обстоятельствах. Не секрет, что Украине легче с военной точки зрения освободить Крым, нежели, например, территория Донбасса. Это связано с географией по острову, это связано с логистикой военной, это связано с размещением и детализированным пониманием Украины концепта восстановления единства, да, именно через Крымский полуостров. Ну и еще важно с точки зрения политика, например, политика информационного характера, потому что именно вокруг Крыма Путин сделал пропагандистскую основу, связав его собственные репутации, имиджем, рейтингом и так далее. Поэтому, если освобождение украинской территории начнется с военным путем с территории АРК, это будет мощнейший удар по репутации именно Путина и по его базовой легитимности. Но, тем не менее, Украина не отбрасывает и в дипломатический путь в контексте последних событий сложного прогнозирования войны на истощение. В дальнейшем очевидно, что дипломатический путь приобретает большую привлекательность для многих международных аналитиков, западных правительств и так далее. Поэтому в последнее время в многих изданиях и начался, появляются разные статьи, материалы, аналитиков, колонки, которые указывают на приоритетность именно дипломатии. Но нужно понимать, что если с военной точки зрения тема оперативности и ясности присутствует в потенциальном дипломатии Крыма, то с точки зрения дипломатического пути очень много вопросов. Все зависит, насколько Запад способен предоставить силовой дипломатический путь, а не просто разговоры, концепции, разные идеологические мероприятия и так далее. Тут очень важна отсылка к потенциалу Запада получить адекватные последствия после реализации именно дипломатического пути освобождения Крыма. Вот в этом контексте у нас как раз есть информация, которую хочется с вами обсудить. Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил президент Турции Раджеп Таип Радаган в видеообращении к участникам Крымской платформы. Услышим. Аннексия Крыма, против которой выступала Турция с первого дня, еще больше углубила страдания крымских татар, 80 лет назад переживших депортацию. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины – требование международного права. Раджеп Таип Эрдоган, президент Турции. Ну вот Эрдоган давно уже не выступал на политических площадках в контексте Украины. Как вам его заявление? Абсолютно ожидаемое, абсолютно приемлемое и должное заявление, которое свидетельствует о преемственности турецкой линии в отношении Крыма. Турецкая республика с самого начала не приняла аннексию Крыма, она осуждала ее. Эрдоган был тем президентом и остается, который был солидарен с украинским народом в крымской проблеме и крымской тематике. Все просто. Турции и Эрдогану невыгодно усиление России в Черноморском регионе. Турции и Эрдогану невыгодны маневры российских военных судов вдоль всего периметра Черноморского побережья. И это, естественно, налаживает определенный отпечаток на линию поведения Турции. Турция страна НАТО, и она солидарна с другими натовскими странами в отношении Крыма. Для Турции это вопрос не только общей натовской линии поведения. Для Турции это попытка не усилить Российскую Федерацию, чтобы Россия не превратила Черное море в минимум в море, где она властвует и доминирует. И этого не произошло благодаря, в том числе, украинским военно-морским силам, благодаря украинским военным морским дронам, благодаря украинскому флоту. И, кстати, именно в Турции на воду был спущен новый военный корабль военно-морских сил Украины. Поэтому кооперация с Турцией, и в том числе дипломатическая, это железобетонный аргумент в дальнейшей эффективном дипломатическом пути возвращения Крыма. И, возможно, и не только дипломатическом. Вот перед началом Крымской платформы президент Литвы Гитанос Науседа сказал, что военная и экономическая поддержка Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. На ваш взгляд, союзники Киева конкретно сейчас делают максимум или способны существенно усилить поддержку? Я вам хочу сказать, на балтийские страны повлиял инцидент с беспилотником, который залетел на территорию Латвии. Для западных стран существенный звиг происходит, когда они непосредственно сталкиваются даже с минимальными угрозами со стороны России. Это вот заметно позиции Румынии, насколько она сейчас видоизменяется, когда они рассматривают решение о том, что будут сбивать российские беспилотники. Заметно военная политика Польши, оборонная политика Польши, она значительно усиливается, большое количество капиталовложений и бюджета направляется на оборонные расходы. То же самое страны Литва и Латвия и Эстония. Укрепляется граница, разрабатываются планы на случай эвакуации. Серьезно рассматривается вопрос о потенциальном нападении Российской Федерации. Он периодически возникает в информационном пространстве балтийских стран. Поэтому я считаю, что страны Балтии, Польша, Румыния – это образцы тех стран, которые в силу соседства и близости к Российской Федерации и Республике Беларусь более оптимальны и прагматичны относятся к оборонной политике. Более сочувственны Украине, более эффективны, возможно, в военном сотрудничестве с Украиной, в доставлении военной помощи. Но они при этом очень рационально и очень близко к сердцу оценивают реальные угрозы со стороны Российской Федерации. А они есть. Все эти модельные версии, критика вот этих версий о том, что в России нет сил для нападения на Балтийские страны, на Польшу, на Румынию, она, знаете, мне кажется, не совсем правдоподобна. У России есть эти возможности, есть такие силы, есть потенциальное желание пойти дальше. И это не просто удобный маневр, чтобы Украина оправдала необходимость военной помощи себе в глазах западной аудитории. Это реальность. И эта реальность начинается с инцидентов, например, с российской авиации в Балтийском море, с беспилотниками над бывшими замороженными атомными электростанциями в Германии, с шахедами, которые залетают в воздушное пространство стран НАТО в Латвии, с ракетами российскими, которые залетают на территорию Польши и угрожают жизни и здоровью польских граждан. В конце концов, беспилотниками, которые чувствуют себя свободно в Придунайском регионе, залетая на воздушное пространство Румынии и создавая угрозу для безопасности жителей страны НАТО. Поэтому чем быстрее западные страны поверят в реальность, а не в фиктивность и идеологичность угрозы с Россией, тем оперативнее будет реакция стран Запада на те вызовы, которые стоят перед ними. Вот что важно, сегодня в Киев также прибыл госсекретарь США Энтони Блинкин, который встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение бить западным оружием по военным объектам на территории России – это тот ключевой момент на нынешнем отрезке войны, который сегодня также возможно будет обсуждаться. И этот вопрос уже активно обсуждается в последнее время в Белом доме. Как вы считаете, насколько союзники близки к тому, чтобы изменить свою позицию, дать зеленый свет? Еще в начале сентября, отвечая на этот вопрос, я смело предполагал, что к этому все идет. По политическим причинам. Сейчас пошли подтверждения в прессе, среди аналитиков, среди чиновников, которые близки к администрации. В частности, вы знаете, что конгрессмены направили письмо Байдену с просьбой предоставить Украине такое разрешение. Я думаю, что это решение уже на самом деле на процентов 90 принято. Осталось только моменты, связанные с окончательным согласованием и координацией с Великобританией. Потому что вы знаете, что Кирстармер, премьер-министр, будет в ближайшую пятницу на встрече с Байденом. И, возможно, там этот вопрос будет окончательно обсужден и принято финальное решение. Но информационное пространство довольно-таки нагрето. И отреагировать на него в виде дальнейшего запрета на использование дальнобойного оружия западного на территории Российской Федерации будет большим репутационным ударом, я считаю. Поэтому Байдену терять уже нечего. Он не принимает участие в избирательной кампании. Это решение не повлияет на его позиции в электоральные, не политические. Наоборот, он получает шанс войти в историю как принципиальный политик, как ястреб, который готов идти до конца. Как человек, который предан защите и обороне европейской и украинской нации. Который понимает важность и стратегичность этого решения. Поэтому оно будет, мне кажется, в ближайшую неделю мы можем уже публично получить подтверждение с УЗП президента Соединенных Штатов и премьер-министра Великобритании о готовом принятом решении. Вот еще один важный момент, чтобы остановить все-таки, ну или хотя бы, скажем так, существенно замедлить российскую военную машину. Вот важны санкции, санкционные решения западных стран. Накануне США и Великобритания ввели новые ограничения из-за поставок Ирана на ракет России. Как вы думаете, насколько эффективно вообще работают санкции? И вот в каких областях следует усилить давление на Российскую Федерацию? Смотря какие санкции. Нефтяные, технологические и финансовые санкции очень эффективны. Тот же последний указ Байдена на вторичных санкциях, он повлиял на то, чтобы турецкие и китайские банки начали сворачивать сотрудничество с финансовыми учреждениями Российской Федерации. С другой стороны, я не вижу, например, эффективности в персональных санкциях. Поверьте, те лица, против которых вводятся санкции, они имеют очень узкие экономические и финансовые ресурсы странах Запада. Я имею в виду счета, имущество. Скорее, это больше, знаете, для галочки. Персональные санкции, я не уверен, что они принципиально эффективны. Да, для части западной аудитории это звучит уверенно, звучит как определенная реакция. Может быть, воспринято должным образом. Но с точки зрения эффективности персональные санкции, мне кажется, скорее малоэффективны, нежели имеют за собой серьезную почву и влекут за собой серьезные ограничения. Но, возможно, для некоторых первых лиц Российской Федерации это и будет существенно. Я имею в виду олигархи, чиновники, лавров, эндкомпани и так далее. Но, с другой стороны, многие родственники высших государственных деятелей Российской Федерации продолжают себя разгуливать по европейским курортам и посещать европейские магазины и рассчитываться европейскими карточками. Но это отдельный вопрос. Хотелось бы, чтобы, безусловно, в будущем... Трамп же пообещал, что он сможет надавить на Россию с помощью нефтяных санкций. Я бы обратил внимание, кстати, на эту фразу. Хотя, после сегодняшних, побольше вчерашних дебатов, ночных дебатов, много интересных вопросов возникает касательно позиции Трампа, в частности по поводу российско-украинской войны. Ну и выборы лишь только в ноябре, поэтому нам следует дождаться еще, кто же станет президентом Соединенных Штатов. В завершении нашей беседы, Олег, давайте снова вернемся к крымской платформе. Еще один из важных, скажем так, пунктов повестки дня сегодняшней – это российские мифы вокруг Крыма. Например, что Крым исторически принадлежит России, что в действительности, конечно же, не так. Вот как опровергать эту пропаганду? Что следует делать, в первую очередь, вот в этом контексте? Ну, в свое время Германия тоже сформировала такой миф о принадлежности Альзаса и Латарингии, исторической принадлежности этой земли к Германии. Несмотря на то, что, да, действительно, в Альзасе и Латарингии было много немцев. Тем не менее, это французский регион, который выбрал Францию, который находится сейчас в составе Французской республики, пользуется большим самоуправлением. Французские граждане, живущие в Альзасе и Латарингии, целиком удовлетворены этим. Я к тому, что для Крыма существует перспектива возвращения в Украину. Те люди, которые хотят остаться в украинском Крыме после его освобождения, они должны понимать, что для них есть будущее, для их детей есть будущее. Образование, охрана здоровья, бизнес ЕС, возможность пользоваться блоками Европейского Союза, членом которого однозначно станет Украина рано или поздно. Хотелось бы, чтобы ранее. Поэтому перед гражданами Украины или ставшими гражданами России на территории оккупированного Крыма открывается масштабная перспектива комфортной, лучшей жизни. Они должны это понимать. И когда настигнет шанс дипломатического возвращения Крыма или произойдет некие военные события, которые закончатся торжеством справедливого международного права и восстановлением территориальной целостности, начнется это с Украины, они должны отдавать себе отчет, что Украина это путь в будущее, а русский мир это путь в прошлое с потенциальными репрессиями, убийствами и жутким депрессивным состоянием. Мне кажется, многие, кто сейчас даже живущие в Крыму, они могут теперь сравнить 10 лет насильственного пребывания Крыма в составе России и, например, времена, когда Крым был в Украине. И в пользу, естественно, Украины. А тем более с европейскими перспективами Украины для крымчан возникает исторический шанс вкусить, наконец-то, стабильную, достойную человеческую жизнь. Действительно. Олег, спасибо большое за анализ с этой ситуацией. Олег Пастернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки, был с нами на связи. Мы говорили в том числе и о Крымской платформе, где сегодня будут обсуждать механизмы возвращения полуострова. И других временно оккупированных территорий под контроль Украины. Корреспонденты Freedom продолжают следить за Крымской платформой. О событиях на форуме мы будем сообщать в течение всего дня. О итоге подобьем в 21.00 в проекте «Наше время». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok